За круглым столом спортсмены, тренеры и министр. Минспорт Республики подводит предварительные итоги спортивного года. Членам сборных команд России по тяжелой атлетике, самбо, стрельбе и злука, шашкам, спорту, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и их наставникам сегодня вручили заслуженные награды, медали и сертификаты на получение денежных премий. Министр спорта Сергей Мельников начал встречу с приятных новостей. На днях правительством Республики было принято стратегически важное для спортивной отрасли решение. Увеличена норма расходов на участие в соревнованиях, то есть на питание, плюс при проведении соревнований у нас там дополнительно мы сейчас виды расходов, без которых уже нельзя там обеспечение безопасности и аренда спортсооружений. Одним словом, довольно серьезное увеличение в общем объеме суммы там более 5 миллионов. В связи с новыми поправками нормы расходов в среднем увеличены на 15%, а по отдельным статьям более чем на 30%, к примеру, на питание спортсменов. Увеличение норм, отметил министр, позволит создать более комфортные условия для подготовки спортсменов, а также проводить физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия на более высоком уровне. Кроме этого, в Республике полномерно увеличивается количество ФСК. Один из самых больших центров спортивной подготовки откроется в ближайшее время в Чебоксарах на стадионе Олимпийский. После этого ждут и увеличение числа спортсменов, и новых рекордов. Огромнейшую вам благодарность за то, что вы своими победами прославляете прежде всего нашу Республику, Российскую Федерацию. Ну и, конечно же, огромная благодарность тренерам, которые делают эти победы вместе с вами. Один из тех, кто своими победами прославляет Чувашию – воспитанник школы самбо Максим Иванов. За 10 лет у Максима набралось огромное количество наград. Последняя, кстати, золотая медаль, завоевана в Греции в октябре этого года. Впечатления самые хорошие, лучшие, так как я занял первое место. Особенно то, что когда стоял на пьедестале, там вешали на голову, клали на голову оливковые венки. Это как бы древние традиции Греции и очень похоже было на Олимпиаду. В дальнейшем у меня планы выиграть как минимум в два раза мир и выполнить мотив заслуженного мастера спорта. Подобные встречи Минспорта Республики планируют проводить регулярно. Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Один из главных символов 31 октября – тыква. Однако на это звание может претендовать, к примеру, копилка. Дело в том, что сегодня мир справляет не только Хэллоуин, но и Международный день экономии. Идея отмечать такой праздник возникла еще в далеком 1924 году. Тогда представители сберегательных банков из 29 стран собрались в Милане на первый международный конгресс. В память об этом событии решили каждый год отмечать День сбережений или накоплений. Ну а уже потом праздник провозгласили Днем экономии. В 1989 году праздник официально закрепили директивой ООН. Кстати, по замыслу авторов, посвятить этот день следует не только деньгам, но и времени, ресурсам, силам. Иными словами, всему, что можно сэкономить. Продолжение следует...